Ну что, давайте двинемся вперед. Как обычно, небольшое содержание для того, чтобы было понятно, о чем мы будем сегодня говорить, план мероприятия. Пару слов. Сначала перед тем, как рассказывать о конкретных фишках кликсенса последних выпусков, я обращу внимание на то, где эту информацию можно искать, поскольку, в принципе, ее можно очевидно находить на официальном сайте клика, но, тем не менее, она находится в разных местах. Где-то она находится в чуть-чуть более разрозненном виде, и нужно потратить больше времени для того, чтобы сопоставить ее с тем, что вы хотите узнать, а где-то она представлена более эффективно. Я вот, в силу того, что меня в последнее время достаточно много спрашивали, а где найти вообще всю сводную информацию, наиболее актуальную, я пару минут потрачу для того, чтобы пояснить это. Ну и дальше уже пойдем непосредственно по фишкам кликсенса за последние два релиза, за август-ноябрь 2023 года. Поговорим об обновлениях в объектах визуализации и некоторых других обновлениях помимо визуализации. Ну и не раскрою большого секрета, поскольку я, естественно, ограничен возможностями компании о раскрытии конфиденциальной информации, поэтому рассказываю о новых возможностях, о перспективе, расскажу то, что можно рассказывать. Соответственно, первая часть, как и говорили, где найти ту или иную информацию. Соответственно, естественно, как уже сказал, это официальный сайт клика. То, что касается продуктовой линейки, проще всего функциональные вещи искать на сайте help, поэтому, как я нарисован на слайде, заходите на сайт help.click.com. Ну а дальше раздел документации. В зависимости от того, где вы хотите искать эту документацию, у нас, как известно, существует два сейчас варианта кликсенса, напомню. Это то, что называется облако. Это кликсенс клауд. И существует клиент-менеджер версия. Это кликсенс энтерпрайз, который может восстанавливаться в конфигурацион премис у заказчика. Это, естественно, клиент-менеджер. Ну и, естественно, кому удобнее на английском, то на английском. Значит, если на русском, то на русском. Единственное, что информация на английском обновляется быстрее. Информация на русском языке обновляется с некой задержкой. Что касается самой документации, обращаю ваше внимание на то, что если вы хотите, как я говорил, не просто посмотреть какой-то список фич, а иметь полный, самый актуальный, самый последний список, даже не привязанный к конкретным, скажем так, релизам месячным, я рекомендую всегда идти в облачную документацию, поскольку сейчас, это не секрет, уже клик не несколько последних лет, в первую очередь все новшества выносят в облако. И все новшества, которые появляются в облако, уже по мере целесообразности и по мере, ну, скажем так, приоритетов клика реализуются в он-премисной версии клик-кликсенс энтерпрайз. Поэтому самая первая информация, это еще раз в облачной документации. И здесь, что интересно, сейчас новые возможности появляются буквально каждую неделю, ну, максимум каждые две недели, поэтому, в принципе, заглядывая туда с интервалом в неделю-две, вы будете видеть новые какие-то фичи, и это будет относиться к облаку. Ну, а дальше, как я говорил, некоторые из них постепенно, как правило, с задержкой в один-два релиза квартальных, они появляются в кликсенс энтерпрайз. Ну, и если кому нужна совсем уже актуальная вещь, чтобы вы не сами лазили, а вас уведомляли, то, возможно, как раз в документации на облачную версию клика подписаться на стандартную ленту новостей по RSS. Ну, а теперь давайте пойдем по обновлениям за август-ноябрь, и они уже относятся именно к кликсенс энтерпрайз, вон-премесные версии. Чтобы было проще следить за ними, я как раз, обратив внимание, сделал их списочек, их достаточно много. И для того, чтобы имелось возможность как раз сопоставить, когда же они появились в облачной версии, а когда они появились в он-премесной, собственно, последние две колонки этой таблички. Как раз вы можете увидеть, как раз то, что я говорил, каждую две недели или неделю появляются обновления, но дальше они с некой задержкой в один-два релиза появляются в кликсенс энтерпрайз. Ну, и сейчас я читать, естественно, эту табличку не буду, дальше просто по слайдам и пройдемся, по фактически каждому из них, и посмотрим, что можно стало делать. Единственное, проговорю первую часть, для нее отдельный слайд не стал делать, это поддержка анимации, ну, собственно, плавная пририсовка в лайн-чарт и буллет-чарт. Вот, речь идет о том, что фактически для улучшения качества восприятия информации у пользователя при пририсовке той или иной диаграмме, при выполнении тех или иных отборов, она может либо сразу менять картинку на экране, либо плавненько прорисовываться в мультиплицированном режиме. Соответственно, этот режим мультипликации, как все, наверное, знают, можно, в принципе, включить или выключить на уровне всего приложения, и тогда либо все картинки будут прорисовываться, диаграммы в анимированном виде, либо все будут не анимированные. Но и часть диаграмм, естественно, не имевших до этого возможности прорисовки в таком анимированном симпатичном виде, она просто расширилась в августовском релизе. Теперь по поводу уже отдельных компонентов, которые, на мой взгляд, более интересны, которым стоит уделить отдельное внимание, поскольку непосредственно это связано не только с появлением возможностей каких-то настроек, но и с тем, как пользователь будет благодаря этим настройкам воспринимать эти объекты. Ну, собственно, с визуальным восприятием. У объекта KPI, соответственно, появилась возможность, вернее, у объекта кнопки появилась возможность менять режимы контроля размера на стандартные, которые раньше были и в KPI, фиксированные, плавные, адаптивные. Ну, и чтобы было проще ориентироваться на то, на что оно влияет и как оно настраивается, потому что обычно всегда задают вопрос, а что такое адаптивное, что такое плавное, а что такое фиксированные, то есть в каких, собственно, категориях это мерить относительно чего. Я здесь нарисовал рисуночек, из которого становится, в общем, все достаточно понятно. Когда мы говорим, что у нас есть фиксированные, то мы в явном виде в пикселях указываем размер той кнопки, которая нам, собственно, хочется видеть себя на экране, то есть это фактически режим фиксированной верстки. Ну, и очевидно, что дальше, если мы говорим о тексте, который мы пишем в виде подписи, которую хочет видеть пользователь для того, чтобы понимать, что это за кнопка, нам необходимо понять, а что в этой кнопке конкретного фиксированного размера у нас с вами поместится. Ну, и вот здесь как раз несколько обратить внимание вариантов. Есть некоторый текст, заданный с фиксированным размером кнопки в пикселях, то есть размер задается не для текста, а именно в кнопке. То дальше, когда мы увеличиваем кнопку по вертикали и по горизонтали, ну, собственно, размер у нас в кнопке этого текста не меняется, какой он есть. Но если вы кнопку сужаете по горизонтали, а сам текст длинный, ну, естественно, возможно, то, что называется там оверлаппинг, перекрытие, вы можете не видеть части этого текста. Второй вариант плавный – это, собственно, масштабирование текста в соответствии с увеличением, увеличением, но, что важно, вертикального размера. То, что здесь я написал, один и тот же вертикальный размер – это соответствие тому же одинаковому размеру текста. Поэтому если фактически вы говорите, что я хочу сделать несколько одинаковых кнопок, но одинаковых по вертикальному размеру, то вы гарантируете то, что во всех этих кнопках одинакового вертикального размера и вертикальный текст тоже будет одинаковый. То есть это вот согласованность как бы по вертикальному размеру. Ну, естественно, в этом случае тоже может быть ситуация, когда размеры кнопки по ширине у вас таковы, что не помещается длинный какой-то текст, который вы решили задать в виде кнопки, метки этой кнопки, и, собственно, в этом случае вы тоже должны просто продумывать размер этого текста, соответствующий имеющейся ширине ваших кнопок. Ну и последний вариант адаптивный. Адаптивность как раз подразумевается под текст. Подразумевается, что вне зависимости от размеров вашей кнопки, по вертикали, по горизонтали, всегда текст выстраивается таким образом, чтобы помещался в этой кнопке. Ну, вот как вы можете увидеть, здесь как раз три разных размера кнопки фактически у нас, и три разных размера текста. При этом, какой бы он ни был длины, он масштабируется всегда так, чтобы поместиться. Но с точки зрения визуального восприятия понятно, что если текст вы пишете много, а кнопку делаете маленькой, то, естественно, текст может стать очень маленьким, поэтому тоже задумывайтесь о том, каково должно быть соотношение того размера кнопки, который вы хотите получить, и того, что вы в ней хотите написать. Следующее, стилевое оформление. Ну, я здесь не столько там буду говорить о стилях, конкретных стилях, конкретных диаграмм, хотя, естественно, как я говорил на каждом слайде у меня по каждому объекту есть детальное описание, что там появилось. Я бы хотел сказать следующую вещь. Те из вас вообще, кто посмотрит на последнее обновление Кликсенс и в Облаке, и, соответственно, в Энтерпрайз-версии, то вы увидите, что, ну, наверное, проще даже открыть вот эту табличку, чтобы сводно было видно. Достаточно большое количество строчек вот здесь связано с либо появлением стилем вообще как таковых стилевого оформления в объектах, либо с расширением стилевого оформления для тех объектов, в которых уже было какое-то стилевое оформление. А это говорит о том, что, в общем-то, Кликсенс на данный момент активно приближается к варианту, когда фактически все объекты, наконец-то, в визуализации будут иметь достаточно широкое стилевое оформление. Я об этом буду говорить чуть-чуть позже уже в конце своей презентации еще, говоря о перспективе развития Кликсенса. Но обращу также внимание следующую вещь, те из вас, кто интересуется не только использованием готового функционала, но и, может быть, заходил на сайт developer.click.com. Ну, кстати, он в последнее время был тоже полностью перелопачен, как с точки зрения интерфейса, так и с точки зрения контента, расположения, размещения контента. На мой взгляд, он стал более удобным. И те из вас, кто захочет покопаться в характеристиках объектов визуализации с точки зрения разработки, для себя увидят, что фактически все объекты визуализации, которые стояли в планах несколько лет назад у Клика на переработку в собственный фреймворк визуализационный, который имел название Nebula, он фактически сейчас завершен. То есть фактически все объекты визуализации классические, стандартные, которые раньше были разработаны на сторонних фреймворках, они уже переделаны на внутренний фреймворк Клика, собственный. А это как раз означает, что сейчас Клик массово будет добавлять в эти объекты визуализации дополнительное стилевое оформление так, чтобы действительно из этих объектов визуализации можно было получать фактически любые картинки, как с точки зрения функций, кнопки, там конкретного вида диаграммы, так и с точки зрения их визуального представления, начиная от шрифтов, цветов и заканчивая какими-то бордюрами, глубиной цвета, наличием тени и прочих каких-то вещей. Соответственно, возвращаемся к следующим вещам. Включение и отключение заголовка листа. Тоже вещь, относящаяся к стилевому оформлению, к визуальному оформлению, она, в общем-то, очевидно, удобна тогда, когда пользователи говорят, ну, когда мы открываем лес какой-то, понятно, что у него есть какое-то место, которое на нем занимают объекты на экране, но вот исходя из нашего дизайна, мы бы не хотели на этом листе тратить первую строчку именно под этот заголовок. В конце концов, может быть, нам не нужен этот заголовок, и мы хотели бы в месте этого заголовка отобразить что-то другое. В этом случае, обратите внимание, появилась возможность отключать заголовок листа. Соответственно, все то место, на котором раньше фиксировался заголовок на листе, становится доступным в виде одной строки для размещения на нем дополнительных каких-то объектов визуализации. Единственное, на что нужно просто обращать внимание, на том, что в этой же строке, если название листа у нас обычно слева отображается, то в этой же строке, но в правой части, обычно отображаются стрелочки вправо-влево, которые позволяют пользователю переключаться между листами последовательности шаг влево и шаг вправо. Поэтому, если вы, собственно, отключаете этот заголовок, а он отключается, как и нарисовано на уровне всего приложения целиком, то понятно, что ни на одном листе вы уже заголовков не увидите, но вы и потеряете вот эти вот кнопочки, которые в правой же части этой строки находились, которые позволят вам перемещаться между листами. Поэтому, либо в таком случае, когда вы отключаете заголовок, учите ваших пользователей пользоваться горячими клавишами, переключаться клавишами Ctrl вправо, Ctrl влево на клавиатуре стрелками, либо с точки зрения интерфейса и навигации между листами, заменяйте их на самостоятельно созданные кнопочки, у которых прописаны соответствующие действия, переход к соседнему листу, ну, собственно, то, как это нарисовано здесь, как раз на слайде. То есть, обращайте внимание, что выключая некие функции стандартные, вы теряете некий функционал, который зашит за этими функциями, и для восстановления визуальной возможности работы с этим функционалом, его, возможно, для каких-то сценариев вам придется заменять на созданные вами самими. Говорится, хотите погружаться на такой уровень дизайна, значит, и ввязывайтесь в более продвинутый дизайн. Того же самого касается и включения, отключения самой панели инструментов. Это тоже возможность, которая появилась, помимо заголовков листов. Она тоже отключается на уровне всего приложения. Здесь я специально на листе внизу нарисовал представление о том, что у нас в этой панели инструментов находится. Обратите внимание, в панели инструментов находится еще больше количества компонентов, нежели в заголовке листа. В ней фактически находится список ваших всех текущих отборов, возможность перемещения между вашими отборами, ну и, собственно, возможность переходить в режим изменения листа, если у пользователя есть такие полномочия, как и возможность отображать закладки и вообще список самих листов, осуществлять навигацию между листами. Поэтому если вы этот режим показа инструментов отключаете, ну, очевидно, что и вы сами даже как разработчик потеряете такую возможность видеть кнопку «Изменить лист». Ну, собственно, есть кнопочка «Ctrl-E», опять же, горячая клавиша, которая позволяет перейти в режим редактирования листа или выключить его. Но с точки зрения, опять же, отображения текущих отборов, возможности выполнять сами отборы, переходить на закладки, на какие-то листы, очевидно, что, опять же, можно создавать свой собственный дизайн теми или иными способами, заменяющие вот эту вот панель инструментов. Ну, в качестве отображения фильтров, обратите внимание, в качестве примера, здесь в правой части нарисован вариант, при котором в самих объектах типа фильтра вы в заголовке используете нестандартный заголовок, соответствующий названию поля, а фактически заменяете его функцией «Конкад» и отображаете список тем самым значений, вошедших в отбор, сделанных самим пользователем. Фактически у вас динамический заголовок у объектов, в которых вы выполняете отбор. Ну, а левее показаны примеры каких-то кнопок, которые позволяют вам либо перемещаться между листами, там домашняя, например, страница или конкретный лист, либо переключаться на, например, лист, на котором у вас расположены те самые объекты фильтр, и, возможно, включать какие-то предпрограммированные отборы или переходить к каким-то закладкам. Опять же, соответственно, продумывайте, в конце концов, в своих приложениях экспериментальных, просто отключите панель инструментов, посмотрите, что у вас исчезнет, и с точки зрения логики взаимодействия с вашим пользователем подумайте, что ему нужно было бы вернуть с точки зрения функционала обратно, ну, создав соответствующие кнопки для навигации. Дальше усовершенствование в нескольких объектах визуализации. Касается этой бар-чарты и лайн-чарт. Долго просили об этих усовершенствованиях, потому что, в принципе, фактически во всех объектах раньше существовала возможность отображать его по условию или не отображать. Это когда, собственно, условие не соблюдалось, у нас вместо объекта отображалась серая рамка, показывающая, что невозможно отобразить этот объект, можно было еще текстом сообщить в рамках этого серого поля пользователю подсказку, что же он должен сделать, например, какие отборы в каких-то полях сделать, для того, чтобы у него этот объект, наконец-то, прорисовался, отобразился. Теперь эта гибкость расширена. Пока в двух диаграммах бар-чарт и лайн-чарт у вас появилась возможность на уровне уже не объекта целиком всего, а на уровне отдельных измерений или отдельных мер, соответственно, включить ее отображение по условию, что, естественно, существенно расширяет гибкость взаимодействия внутри объекта визуализации. Здесь переведен пример в качестве отображения, не отображения меры или измерения по анализу тех или иных переменных. Это могут быть, очевидно, какие-то расчетные функции более сложные. И, фактически, тем самым у вас получается возможность создавать визуальный конструктор, который ведет себя не только по предпрограммированному принципу, как это сделано для альтернативных мер и альтернативных измерений, то, что есть в этих объектах. Ну и, фактически, каждую из мер и каждое из измерений делать в качестве таких альтернативных, и любую комбинацию делать альтернативными с использованием переменных. Но, поскольку переменные можно менять, естественно, и кнопками, то, фактически, вы получаете возможность смены отображения параметров вашего объекта визуализации в части отображаемых мер и измерений не только путем взаимодействия с самим этим объектом, путем выбора альтернативных мер и измерений, но и через взаимодействие с другими какими-то объектами или в явном виде кнопки, или взаимодействие с другими объектами, влияя на отборы в вашей модели, влияя на набор тех данных, которые будут отображаться в этих объектах визуализации. То есть, в общем-то, уровень гибкости в этом плане фактически стал любым. Стилевое оформление легенды для объекта LineChart. Ну, по большому счету, такое стилевое оформление уже у некоторых объектов было. У LineChart сейчас это появилось. Идея заключается, как я уже говорил, в том, чтобы сейчас наполнять все больше и больше количества объектов все большим и большим количеством возможностей стилевого оформления, которые можно было бы оформлять не только с использованием тем, но, безусловно, и обратное справедливо. Если появляются какие-то варианты стилевого оформления через настройки объекта, то понятно, что их можно настраивать и через темы. В темах, в файлах тем тоже эти настройки появились. Но речь идет о разблокировании возможности настраивать визуально все, чего угодно. В данном случае заголок легенды у нас есть и в заголовке характеристики шрифтов и, собственно, самих значений легенд. И речь идет об изменении и их шрифтов, и изменении, естественно, размеров и цветов. Ну и, собственно, список у нас диаграмм, которые сейчас уже поддерживают такие настройки, приведен здесь тоже на слайде. Для Bullet Chart отдельно сделан слайд, поскольку, скажем так, шрифтовых настроек здесь вынуждено, исходя из логики самой отображения информации на этой диаграмме, их больше. И поэтому просто отдельный акцент сделан на том, что и параметры внутри вот этого SEO, внутри элементного регулирования того и шрифтов, и размеров того, как они будут отображаться, тоже вынесены в стиле. То есть, как я уже говорил, сейчас фактически речь идет о том, что каждая диаграмма будет поддерживать стилевое оформление по всем возможным компонентам, которые пользователь так или иначе видит на экране. Ну, понятно, что соблюдаете некий такой человеческий баланс между желанием поменять все на супер что-то симпатичное, ну и реально ценностью от восприятия этой информации, потому что иногда лучше делать меньше каких-то, скажем так, изысканных оформлений так, чтобы глаза не разбегались, а человек все-таки получал пользу от самих данных. По KPI-объекту, ну, в общем-то, то же самое. Увеличилось количество стилей, примеры того, что можно нарисовать в плане многообразия стилевого оформления у вас сейчас есть тоже на экране, в плане шрифтов, фоновых рисунков, опять же, шрифтов и размеров как заголовков, так и самого текста. И фактически, обратите внимание, что, несмотря на появление всех этих возможностей, всех этих гибких настроек, по-прежнему возможность осталось настраивать условные цвета, условные цвета для результатов, расчетных для мер, которые есть в этих объектах визуализации, поэтому речь идет не о замене одних стилей другими, а речь идет о расширении стилевого оформления, которое вы можете здесь получать. Ну, естественно, обратить внимание, это в данном случае можно делать, в том числе, для каждой меры, для каждого заголовка, для каждой меры можно играться со шрифтами, и можно играться с цветами, с размерами. В страйд-тейбл, в прямой таблице, напомню, что на данный момент страйд-тейбл присутствует фактически в двух у нас вариантах. Соответственно, страйд-тейбл, которая относилась к стандартным объектам визуализации и по-прежнему находится в списке основных объектов визуализации, поставляющихся с кликсенсом, это по-прежнему старый объект визуализации, созданный в старых фреймворках, и появился более новый объект, он находится в Visualization Bundle. В пакете расширенной визуализации там тоже появился объект страйд-тейбл. Это уже объект, который переписан на, как я уже говорил, в новом фреймворке Nable.js, собственно, фреймворке клика. И пока не переведен список стандартных объектов визуализации, ну, ровно потому, что сейчас находится в процессе перевода, доделывания там и так далее. Но уже как раз хорошая демонстрация того, что с ним можно делать было в предыдущем релизе, когда те из вас, кто на него смотрел, на имею в виду майском релизе, когда вы знаете, что даже без входа в режимы изменений листа пользователь имеет возможность менять наборы тех столбцов, которые будут отображаться в объекте визуализации, мер или измерений, или тех и других. То есть фактически получили в составе стандартного объекта для обычного пользователя готовый конструктор по набору тех полей, которые отображаются в таблице. Ну, а сейчас он дополнен дополнительными возможностями. Это возможность и создания снимков изображений для использования их в истории, потому что этот функционал сразу не появился в этом новом объекте и в формате изображения, но и в формате PDF. Ну, для облачной версии там даже появился многостраничный формат. Можно, например, загружать там PDF до 50 страниц, соответствующей нумерации страниц, так что пользователь, получив этот PDF, потом, естественно, мог различать набор информации на разных страницах. Здесь пока многостраничного PDF-а нет. Не могу сказать, появится он или нет, посмотрим, но, во всяком случае, появилась возможность формата PDF как такового. Для объекта Line точно так же новшество заключается в том, что появился сам этот объект, его раньше не было. Этот объект как линия, ну, собственно, здесь нарисованы на слайде различные варианты, где-то прямая, просто сплошная линия, вертикальная или горизонтальная, где-то пунктирная линия. Линия, соответственно, можно настраивать, естественно, ширину, цвет, как обычно, размеры там между штрихами и прочими вещами. Элемент создан исключительно для декорирования, какой-то функциональной нагрузки в смысле расчетов или чего-то в нем нету. Но, как я уже говорил, цель его как раз в том, чтобы помимо расширения стилевого оформления в разных объектах, наполнить набор объектов визуализации возможностями их группировать визуально на экране, когда мы, собственно, говорим о свободном неком дизайне. Чуть-чуть дальше скажу. Возможен будет впоследствии и дизайн не привязанный к конкретной, условно говоря, сетке жесткой. Но это чуть-чуть в будущем будет. В таком дизайне нам, естественно, располагая объекты визуально абсолютно в свободном месте на экране, зачастую может иметься необходимость как-то визуально их сгруппировать. И вот как раз для такой визуальной группировки и создан вот этот вот объект, линия. Следующий. Вы уже не раз в предыдущих слайдах видели в стилевом оформлении шрифты. Отдельный слайд, просто относящийся к этим шрифтам, заключается в том, что помимо возможности настраивать как таковые шрифты, в принципе, существенно был расширен список шрифтов. Все шрифты, которые входят в поставку Кликсенс, теперь фактически подгружаются в составе этих же библиотек, библиотек Nebula, что означает, что в любом браузере, в котором вы открываете те или иные объекты визуализации, настроенные с использованием этих шрифтов, они будут отображаться именно в тех шрифтах, которые вы настроили. Потому что раньше люди, желая использовать свои какие-то заказные шрифты, приходилось плесать с бубнами с тем, чтобы в процессе визуализации, когда у них эти шрифты установлены на их рабочем месте, и вроде как все отображалось хорошо, чтобы эти шрифты каким-то образом доставлялись на рабочее место пользователя, в его браузер, где этих шрифтов, естественно, на его рабочей станции или на каком-нибудь планшете установлено не было. Поэтому сейчас список шрифтов существенно расширен. Это, во-первых. Во-вторых, те же шрифты можно создавать как собственные. Этот функционал перешел из режима экспериментального в режимы поддерживаемый. Ну и для того, чтобы создать собственный шрифт, его нужно будет описать в виде темы. Ну а тема — это, как известно, совокупность неких файлов, описывающих как состав самой темы, так и, возможно, каких-то компонентов этой темы. Ну вот, собственно, такими компонентами темы, связанные со шрифтами вашими собственными, станут в том числе и файлы со шрифтами. Поэтому, если вы будете использовать свои какие-то специфические шрифты, то, создав соответствующую тему, гарантированно тем самым добьетесь того, что на рабочее место пользователя в его веб-браузер будет скачиваться эта тема со всеми необходимыми шрифтами. Ну и, естественно, все объекты визуализации, где эти шрифты используются, будут корректно отображаться. Единственное, старайтесь тестировать такие вещи, потому что с теми шрифтами, которые поставляются с кликом, понятно, что они тестируются кликом в плане корректности визуального отображения в разных поддерживаемых браузерах. А уж то, как будет использоваться ваш шрифт для отображения в конкретных видах браузеров на конкретных языках, ну, это уже обязанность ваша. Поэтому поэкспериментируйте с этим всем, чтобы получить действительно тот вид, которого вы ожидаете, ради которого вы старались это делать. Филтр-пен, ну, собственно, объект-фильтр, он получил... Ну, о нем будет пара слайдов, да, поскольку один из функционалов добавился в одном из релизов в августовском, другой в ноябрьском релизе. Тем не менее, речь, опять же, если в целом идет как раз о том, чтобы и объект-фильтр-пен сделать настраиваемым не только с точки зрения его функционала, чтобы он позволял вам выбирать какие-то фильтруемые значения в тех или иных полях, но и был максимально адаптируем, кастомизируем под любую форму внешнего представления, под любой возможный какой-то дизайн. Поэтому фактически речь идет о том, что можно теперь включать-выключать какие-то служебные вещи, связанные с этим фильтром. Ну, вот, например, вариантом показать панель инструментов фильтра или не показывать. Если у нас есть панель инструмента, означает, что появляются, всплывают вот эти вот кнопочки, позволяющие нам переходить к каким-то дополнительным настройкам этого фильтра или фиксировать тот или иной отбор, который вы визуально выбрали, но еще как бы он не применился к вашей модели. И переходить к режиму просто работы, например, этого фильтра в виде визуально похожего на кнопки, то есть физически это тот же самый фильтр, но визуально он становится кнопками, которые, как кнопку вы нажимаете какое-то значение, оно не требует какого-то подтверждения, а просто фиксируется, да, и выполняется ответящий отбор. Поэтому фактически, если раньше приходилось набор каких-то значений, имитируя кнопки, заменять действительно кнопками, программируя под каждый из них тот или иной отбор, то теперь фактически вы можете использовать стандартный фильтр, просто отключив у него отображение панели инструментов, сделать из него вот такой вот компактненький, нормально, удобный визуальный набор кнопок. Что касается, опять же, отображения заголовков, отображения поиска, можно их тоже теперь отключать благополучно. Ну, я уже не говорю о том, что сам визуально фильтр может настраиваться как угодно фактически. Это может быть фильтр в виде списка, в виде чекбоксов с отображением, собственно, частотного распределения в виде гистограммы от отобранных значений, показывая один столбец или в несколько столбцов, собственно, поэтому фактически речь идет о том, что можно получить любой вариант визуального представления. Я вам просто рекомендую самим создать такой объект, поэкспериментировать для того, чтобы визуально понять, к чему приводит с точки зрения визуального оформления отключение или включение именно комбинации каких-то параметров с тем, чтобы вы понимали свою степень свободы при визуальном проектировании ваших панелей, визуальных панелей. Объект текст. Опять же, тот объект текста, о котором сейчас идет речь, это объект текст из визуального бандла, визуального пакета дополнительно. Это тоже объект, переписанный на фреймворке NetWall, отличающийся от стандартного объекта текст, поставлявшийся в виде стандартных объектов. И, естественно, все те объекты, которые сейчас поставляются в бандлы со временем, связанные с доработкой, тестированием, будут перенесены в список основных объектов, но пока часть совсем новых объектов с новым функционалом, естественно, как я говорил, появляется в дополнениях в визуальных пакетах, визуальных бандл или даже в борт бандл. Что стало удобнее здесь? Ну, во-первых, опять же, появилось у текста не только размер, не только цвета, но появились списки разного варианта, нумерованные, ненумерованные, но в качестве примера они здесь как раз переведены. Появилась более удобная поддержка гиперссылок с точки зрения редактирования. Вы можете не только там нажать на кнопочку связать текст какой-то с ссылкой, но и дальше эта ссылка просто появляется на том месте, где вы ее, собственно, связали с вашим текстом, и при необходимости ее отредактировать стало это гораздо удобнее. С точки зрения настроек появилась возможность добавлять в текст таблицы. Таблицы не расчетные какие-то, то есть это не объект страйк тейбл, который вы добавляли в текст, это именно таблица, связанная с форматированием. Понятно, что внутри ячеек сами ячейки можно включить, этот параметр переключить границы имеется в виду включить или отключить обрамление ячеек, то есть таблица сама, как структура, может быть видна или не видна на листе. Но, что важно, опять же, внутри каждой ячейки вы можете выполнять оформление, выравнивание влево, вправо, посерединке классически, а это означает, что, например, сделав невидимую вашу таблицу, вы фактически можете на вашем текстовом объекте задать свою собственную структуру, задав нужное количество ячеек, а с учетом того, что еще и таблицы могут быть одни встраиваемые в другие, то есть фактически это аналог полноценных HTML таблиц, вы можете создавать любые варианты оформления, размещения относительно в этом текстовом объекте информации друг относительно друга в любых местах, ну и, как и раньше это было, текст, который вы вводите в таблице, может быть либо чистый текст, который вы набираете с клавиатуры, либо это могут быть вставленные в те или места этого текстового объекта меры, расчетные выражения, так как это нарисовано здесь. Ну а с учетом цветового, шрифтового оформления, то, в общем-то, в тексте можно получать все, что угодно. Примеры как раз нарисованы здесь прямо на рисунке. Другие обновления, которые не связаны с визуализацией, но не менее полезные. Первое – это усовершенствование закладок. Появилась возможность не только создавать, не только удалять закладки, но и обновлять закладки. Для этого пользователь просто должен выбрать какой-то другой отбор, который его на данный момент устраивает, и зайдя в список закладок, развернуть закладку, а дальше нажать на кнопочку «Обновить эту закладку». В этом случае без пересоздания с нуля закладки текущий отбор, который у вас есть в вашем приложении, поместится в состав этой закладки. Закладка получит в своем составе новую выборку. Следующая вещь – это поддержка новых форматов файлов, из которых вы можете не только загружать данные, но и сохранять данные. Это формат «Паркет». Поддерживаются разные форматы сжатия, если это нужно кому-то из вас, просто имейте в виду, и как загружать данные, так и сохранять можно стандартными командами load и store из сценария загрузки. С точки зрения того, ради чего это было сделано и как это, собственно, работает. Первое, понятно, что это дает вам некую альтернативу между возможностями сохранения ваших данных файлов. Помимо возможности сохранения в формате CSV стандартном, QVD появилась возможность сохранения в формат «Паркет». С точки зрения быстродействия, понятно, что быстрее, чем из QVD, писаться, читаться все равно не будет, потому что QVD – это проприаритарный, с одной стороны, бинарный формат клика, а с другой стороны, максимально быстрое чтение достигается не только за счет того, что читается файл xD с диска быстро, а за счет того, что в файле QVD помимо самих данных сохраняются еще и индексы соответствующие таблицы данных. Поэтому, когда мы говорим о чтении таблицы, хранящейся в файле QVD, фактически мы говорим о чтении из файла некой готовой для использования в памяти структуры. Поэтому все, что вы загружаете из этого файля QVD, оно взлетает в оперативную память и тут же готово для использования без какой-либо дополнительной подготовки, без дополнительных затрат процессорного времени. Если мы говорим о любых других форматах файлов, то сам паркет читается быстро как структура, быстрее, чем CSV. Но после загрузки любой таблицы, неважно в каком формате, вы фактически для этой структуры, если она не была QVD-файлом, должны сгенерировать индексы. Поэтому итоговое время загрузки данных из формата, например, паркет или CSV, оно всегда будет больше, чем загрузка аналогичной структуры из файла QVD, ровно потому что после загрузки у нас начнут генерироваться самим кликом индексы, тратя на это процессорное время и оперативную память. Поэтому с точки зрения быстродействия не нужно считать, что паркет стал альтернативой к QVD-файлам. Паркет появился ровно потому что многие заказчики говорили о том, что сами данные, которые они поставляют в клик, у них поставляются сторонними системами, ну и уж принято их хранить, например, на кластерах Hadoop, как раз в том самом формате паркет. А генерироваться сами эти паркет-файлы могут сторонними системами. Поэтому многие заказчики говорили, слушайте, ну CSV читается медленно и нам неудобно, мы его не генерируем в CSV, а вот паркета у нас много в наших озерах данных файлов в формате паркет. Более того, у нас файлики в формате паркет лежат не в обычной файловой системе, а лежат на распределенных кластерах Hadoop, и поэтому действительно предоставляются любой читающей сущности очень быстро, поскольку у нас этот файлик разбит там как поколоночное хранение там и каждая часть кластера, отдельные узлы нам предоставляют разные части например этих данных параллельны. Поэтому сама загрузка файла в формате паркет может выполняться очень быстро. И в этом случае как раз клик пошел навстречу заказчикам, и теперь фактически мы говорим о том, что файлы, которые могут с одной стороны храниться компактно, компактность может быть даже чуть побольше, чем у QVD. Ну, хотя тут спорный может быть момент, потому что в формате QVD, как я говорил, хранятся не только данные, но и индексы, поэтому сравнивать файл с индексами с просто аналогичным сжатым файлом с данными в общем не совсем корректно, поэтому кто-то из вас может с удивлением обнаружить, что сохранив например одну и ту же таблицу в формате QVD и в формате паркет увидишь, что в формате паркет она даже занимает меньше места на диске, поскольку там индексов нету для этих данных, но тем не менее это означает, что фактически готовить данные можно для клика в формате быстром для считывания можно фактически теперь любой сторонней системы, которая понимает паркет, и фактически если мы говорим о сценариях использования данных в сценариях ADAC, когда пользователю по запросу предоставляется из источника та часть данных, которая физически может обслуживаться на вашем сервере, исходя из имеющихся у него ресурсы оперативной памяти и процессоров, то фактически вы получаете возможность обращения к безразмерным быстрым источникам в формате паркет, но имея возможность загрузить из них тот размер данных, который вам нужен в плеке, и сделав это максимально с одной стороны быстро, а с другой стороны не занимаясь переконвертацией вот этих вот файликов паркет, например, в формат QVD, если вы работаете только с файловой системой. Поэтому фактически в общем полезное нововведение для тех, кто активно использует файлы QVD паркет и тем более готовит эти файлики паркет не кликом, а файлики паркет поставляются сторонними системами для клика. На перспективу, как я говорил, с одной стороны не открою каких-то секретов, с другой стороны уже некоторые вещи проговорил. Это те новшества, которые сейчас уже есть в Qlik Analytics Cloud в облачной версии клика. Как видите, они появились фактически в декабре. И понятно, что и продолжается расширение функциональных объектов с точки зрения появления новых стилей, границ и тени визуальных объектов. Самое важное, пожалуй, то, что, как я говорил, разблокирует новую веху в стилевом оформлении ваших дашбордов, визуальных оформлений ваших дашбордов, это то, что в облаке появился то, что называется layout-контейнер или контейнер-макета, попытки перевести на русский язык. Это фактически объект, который является контейнером, но не тем контейнером, который уже и сейчас существует в ClickSense Enterprise, а контейнером фактически свободного визуального расположения объектов, не привязанного к какой-то сетке. Таких контейнеров на листе может быть много, и в составе этих контейнеров можно запихивать любые другие объекты, тем самым создавая абсолютно свободную верстку и, собственно, создавая абсолютно свободное расположение объектов визуальных на экране, не привязанных к конкретной классической сетке вашего классического листа. Еще раз подчеркну, что то, что я сейчас говорю, пока отсутствует в Enterprise он премесные версии клика, а присутствует в облаке, но, соответственно, через какое-то время стоит ожидать появления этого и в ClickSense Enterprise, и именно под это, как мы уже как раз говорили, под эту свободную совершенно верстку и затачивается в том числе расширение различных тем у всех тех объектов визуализации, которые уже до этого проговорил. Ну, точно так же появляется, расширяется целевое оформление, которое тоже через какое-то время появится в клике. И еще на что хотелось бы обратить внимание, это на новый объект, который, опять же, в облаке сейчас появился, точно так же, как появился в мае месяце в Enterprise версии, новый объект StrikeTable, прямая таблица, которая, как я говорил, как конструктор, теперь можно без даже режима редактирования пользователям менять наборы столбцов в таблице. Точно так же появился пока только в облаке в объект Visualization Banal новая сводная таблица. У нее устранены огромное количество визуальных недостатков стандартного объекта визуализации в плане изменения размера ячеек и в плане форматирования оформления фона, шрифта, цвета в ячейках, в заголовках и так далее. То есть, фактически, все эти элементы появилась возможность настраивать совершенно независимо и отдельно, но пока, собственно, вот этот объект существует в облаке, ждем его появления в он-премесной версии ClickSense Enterprise. Сроки пока мне сложно какие-то называть, я не могу здесь за R&D давать обещания, но, тем не менее, в силу того, чтобы эти вещи появились в облаке, значит, следует ожидать их через какое-то время и в он-премесной версии. Ну и еще одна вещь, которая появилась в облаке, она же только в облаке и будет, поскольку аналогом того, что в облаке называется ClickCloud Tabular Reporting является в он-премесной версии импринтинг, поэтому как такового Tabular Reporting в он-премесной версии и не планируется появляться. Почему я эту тему сюда включил? Это то, что те из вас, кто следит за новшествами Click, но действительно пытается смотреть на гребни волны, что появляется у Click вообще в каких-либо направлениях, неважно, в облаке, не в облаке, то, наверное, обратили внимание, что в этом Tabular Reporting появилась возможность не просто сохранять многостраничные, например, PDF, а появилась возможность как раз с декабря месяца создавать параметризованные Excel-файлы, что значит параметризованные, то есть фактически вы создаете макет в Excel-файле так же, как это можно было делать в он-премесной версии, когда вы загружаете Excel, и в Excel какие-то ячейки, какие-то определенные места, страницы и прочие вещи начинаете напихивать из объектов ClickSense те данные, те компоненты, те визуальные объекты, которые вы хотите в дальнейшем увидеть в таком же виде в Excel-файле. Вот такая же возможность сейчас появилась в Tabular Reporting чуть-чуть с меньшими объемами, например, по количеству уровней вложности, чем в импринтинге, с меньшим количеством настроек, чем в импринтинге, то есть это фактически сейчас в облаке воссоздается аналог импринтинга применительно, например, к Excel-файлу. Но на чем я хотел просто сделать акцент, почему эту строчку еще раз здесь включил в таблицу. Для того, чтобы создавать в импринтинге макет Excel-файлу, в формате которого вы в дальнейшем будете получать отчеты. Там использовалось специальное приложение, которое, те, кто использует импринтинг, знают, называется Imprinting Designer. То есть запускалась оболочка для разработчика отчетов импринтинг-дизайнера, и в нем запускался там либо PowerPoint, либо Word, например, либо Excel, и уже внутри этого Excel-файлу, запущенного внутри дизайнера, вы занимались макетированием. А в облачной версии клика решили пойти в обратную сторону и сказать, слушайте, давайте мы не будем создавать какой-то свой дизайнер, потому что, если мы будем создавать какой-то свой дизайнер, как десктопное приложение возникает вопрос, а как же пользователи в идеологии работы с браузером, где они его будут запускать, давайте мы вот эту снимем привязку, связанную с конкретными рабочими местами, и в силу того, что у нас Excel, как таковой, сам внутри себя может точно так же содержать какие-то надстройки. Давайте сделаем обратную вещь. Выпустим EDIN, то есть некий набор программного кода, некую надстройку, которая будет являться настройкой Excel. И фактически она как раз и была выпущена, поэтому те из вас, кто этим интересуется, может услышать уже даже сейчас в интернете достаточно много идет обсуждений, что клик выпустил Excel EDIN какой-то, который позволяет дергать данные из кликсенса. Так вот, то, что EDIN появился экселевский, это правда. То, что он позволяет дергать данные из кликсенса, правда лишь отчасти. В каком смысле? Правда заключается в том, что если вы используете Excel десктопный или Excel облачный, имеется в виду Excel в редакции Office 365, и его используете в составе Click Cloud Tabular Reporting, то действительно вы можете установить эту настройку Excel, установить ее в Excel, и не выходя из Excel, у вас появится возможность, аутентифицируясь в облаке клика, подчеркну, именно в облаке клика, это сделано только для облака, в всяком случае на данный момент, получать доступ к объектам вашего приложения ClickSense для того, чтобы их встраивать в будущие какие-то отчуждаемые отчеты, генерируемые на основе Excel. Но этот EDIN, несмотря на то, что он действительно позволяет подключаться к облачной версии клика и получать доступ к отдельным объектам вашего приложения ClickSense, и даже в режиме предварительного просмотра смотреть, получать какой-то итоговый Excel, смотреть, а что же в этом в Excel получится. И в этом смысле можно сказать, что этот EDIN позволяет экспортировать данные из приложения ClickSense вот в этом режиме предварительного просмотра. Но, тем не менее, это не означает, что этот EDIN кто-либо из вас сможет использовать для того, чтобы встроить какой-нибудь там Excel и просто какие-то данные дергать из ClickSense в свой Excel, неважно, облачный или не облачный. Это не для этого сделано, и такой режим использования для него и не подразумевается. Поэтому, с одной стороны, вот этот EDIN для Excel является прекраснейшей демонстрацией того, на что способен API ClickSense, как Enterprise редакции, так и облачной редакции, поскольку все, в общем-то, знают, наверное, что у клика очень богатый API, по которому можно подключаться фактически к любым компонентам ClickSense, включая и движок, и гиперкубики внутри расчетных объектов визуализации, и эти данные получать в какие-либо внешние приложения. И в этом смысле, по сути, Click создал вот этот вот Excel EDIN, который демонстрирует использование своего же собственного API для экспорта данных в Excel. И в плане демонстрации это прекрасно. Но вот в плане целевого назначения еще раз подчеркну, что этот Excel EDIN, несмотря на все многообразие информации, который уже сейчас начал расползаться в интернет, тем не менее, предназначен только для использования в облачной версии клика, в Санглочи на данный момент, и только для использования в составе режима макетирования для ClickCloud Tabular Reporting. Собственно, я, наверное, на этом завершусь. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...